Андрей Белянин. Хватай Иловайского. Читает артист Иван Литвинов. Иловайский! Ом, я спокоен, мне тепло, я растворен в мире, и мир во мне. Иловайский! Мое сознание едино со вселенной, мои мышцы расслаблены, мое дыхание ровное, мои мысли далеко, далеко. Иловайский! Все. Похерилась полезная медитация на корню дядюшкиными воплями. А ведь вроде только-только начало получаться. И ноги потеплели, и ритм сердца замедлился, еще чуть-чуть и воспарил бы. Эх, звали? Ваше сиятельство! Я рванул дверь сельской баньки, где мой именитый родственник, титулованный генерал казачьих войск Российской империи Василь Дмитриевич Иловайский, двенадцатый, красный как восьмипудовая морковка, грелся на полке. Пошел вон! Не понял. Пошел вон, отсель! Так вы же меня сами звали. Я тебя, Ира, да полчаса назад звал водички холодной прескануть. Обидчиво отвернулся дядушка. А сейчас уж совсем упарился, лишний жар на сердце давит. Вот за что! За что тебя такого на мою голову? Вопрос явно был риторический, ответа не требовавший. К тому же не новый. Он мне его по два-три раза в неделю задает. Поэтому я лишь козырнул и бросился в предбанник, оттуда во двор, вернувшись назад с бадьей ледяной колодезной воды. Вякнуть что-либо против мой дядя уже просто не успел. Столько хватит? Не менее риторически вопросил я, с головой окатывая его светлость. В единое мгновение он превратился в огромный сгусток пара с одним матерным воплем, плотно заполнившим всю баньку. Я думаю, если б было чем, он бы меня убил. Нет, я б сам себя за такое убил бы точно. А-а-а! А-а-а! Знаешь, полегчало вроде как, неожиданно выдохнул наш полковой генерал, с наслаждением вскакивая на ноги. Даже б помолодел, что ли? Полотенце подай! Так, теряю форму. Обидно. К ведьме-скандалистке Бабе Фросе заглянуть, что ли? Проконсультироваться насчет свежих пакостей? А то эти уже приелись. Ярдинарц ко мне! Нехай одеться поможет! Слушаюсь, ваше святство! Вот такие простенькие приказы вполне по мне. Я в мгновенье ока вымелся за дверь, где во дворе на заваленке курили гнутые турецкие трубки рыжий дядин ординарец и мой денщик Прохор. Василий Дмитриевич зовет, помощи требует. Он в одну штанину двумя ногами попал, теперь левый сапог лишний. Че делать-то? Балабол! Буркнул рыжий сотник. Но встал и пошел. А на большую критику моей особой в присутствии Прохора не решался. Это разумно. Верный денщик и дядюшке не всегда позволяет повышать на меня голос. Не то, что всяким там. Отчего орал-то, атаман? Аж дверь чуть матом не вышибла. Подвинулся на заваленке старый казак. Не сразу оценил разницу температур, наукоемко объяснил я. Но потом понравилось. Вошел во вкус. Врачи говорят, умеренное закаливание полезно в любом возрасте. Но ты там всяким врачам особо не доверяйся. Заду не подставляйся. Запоют о пользе организму. А сами раз к тебе с клизмой. Прохор, у тебя такой проникновенный голос. Словно ты сам через это прошел. А то, затянувшись, пуская дым через нос, гордо ответил он. Я ведь по молодости еще самого графа Суворова застал, Александра Васильевича. Простой он был человек, незатейливый. Солдат лечил палками до народной медицины. Вот и мне довелось разок попасть под раздачу. Сам-то я утек, благо ноги резвые. А семерых наших войсковой фельдшер так наклизмил отваром ромашковым, что хлопцы два дня на службу не выходили. Прямо у сортира палатку себе поставили, чтобы не до речи бегать. И не поспоришь жить. Приказ самого Суворова. Так тебе, небось, досталось потом? Вестимо досталось, улыбнулся в седые усы мой денщик, с головой уходя в романтические воспоминания молодости. Словил на гайку вдоль хребта. Оно, конечно, боль еще та. Я ж прежде чем убечь, выспал картечь, затолкал лекаря в пушку по самую макушку, поднес фитилек, а потом и убег. А при таком катаклизме никому не до клизмы. Меж тем из баньки, подталкиваемой рыжим ординарцем, чидно выплыл мой свежевымытый дядюшка, сияющий, как самовару попади. — Иловальский! А ты чего здесь штаны просиживаешь? — Виноват, не подумал, — подскочил я, вытягиваясь во фрунт. — Не мог знать, что тут ваше законное место. Где прикажете продолжать просиживание? — Нарываешься! — с удовлетворением крякнул дядя, пожимая руку Прохору. — Ладно, сокол грешный, покуда курьер царской с приказом не прибыл, разрешаю тебе до зари в увольнение. Сгоняй к своей ненаглядной, отметься чем надо, как положено, а то еще убьют тебя к бесу за царя до отечества, а ты потомство не оставил. — Вы умеете подбодрить ваше следство? — Мне, Катеньке, так передать, дескать, по начальственной воле направлен к вам на размножение? — Ты уж на меня от всех собак не вешай! — тут же открестился он, прекрасно зная характер моей суженой. — Ну ее, прелесть твою кореоку с закидонами опасными, с нее станется и не уважит седин генеральских. А вот это поклеп. Катя как раз-таки уважит. Да так уважит, что с ее возможностями мало никому не покажется. Ничего, сам на месте разберусь. — Разрешите исполнять? — Валяй! — Да только Прохора с собой возьмешь! — Как консультанта по размножению? — недопонял я. — А что ж, мы в этом деле не пролетели. Старый кот зря не мяучит, молодых учит. Где помять, где куснуть, каким местом развернуть, где лаской, где голопом, чтоб не попасть... Ну, куда не надо. — Прощань просим, Василий Дмитриевич, заигрался я чего-то! Вовремя опомнилась моя бородатая нянька, едва неволевым усилием смиряя в конец распоясавшуюся музу. — Пойдем-ка мы по ветерку до ветру. — Идите, идите, не оборачивайтесь! — тепло напутствовал дядюшка, с натугой соображая, какое же многообразие рифм мог иметь в виду Прохор. — Славьте Господи! Ни до чего самого простого не додумался. Мозги генеральские на поэзию не особо заточены. Рыжий ординарец показал нам обоим кулак за его спиной, прыснул в усы и пошел вслед за своим начальством со двора. К нам же осторожно подсел сельский староста, баньку которого мой дядя, так сказать, и облагодетельствовал самим фактом помывки своего сиятельства. Теперь на нее можно вешать мемориальную табличку, объявлять музеем и за копеечку пускать посмотреть на веник, которым хлестал себя по бокам сам знаменитый генерал Иловайский двенадцатый. Местные, конечно, пожадничают, но случайно проезжие купцы или скучающие бароньки из соседних поместий вполне могут и соблазниться. Для них копейка — не деньги. — А вечер-то надысь. — Тихо-хоник! — задумчиво око я протянул староста, отлично зная, с какого боку и на какой козе подъезжать к моему наставнику. — По ночь поди, опять прохладственно будет. Так вот мыслю, козачки, не пригубит ли нам ядреную по самому удобному случаю здоровье ради? — Я не буду, мне хкать пора. — А я и не позволю зазря хлопца спаивать, — поддержал Прохор, железной рукой удерживая меня за ремень. — Придется мне, твое благородие, за тебя стопочку выпить, ибо отказывать — грех. Ведь черт надысь и впрямь тихо-хоник. — Так и мы про что, да в чем? Староста с благородной крестьянской неспешностью достал из-за пазухи плоский казенный штоф, заткнутый серой тряпочкой. — Прощенье просим, что стопку-то не прихватили. — Однакось лекарь-то ваш этот, как его, Наумыч, баял, что по-ученому водка прям всех микробиев на курню травит. Субтитры создавал DimaTorzok